Спорт зала не будет, столовая будет в школьном классе. В трех карагандинских школах дети начали учиться, хотя ремонт там не закончен или выявлены нарушения, заявили общественники Адель Дыгжола. Почему чиновники от образования видят проблему только в одной школе и что на самом деле в этих учебных заведениях увидели журналисты, расскажет Людмила Батюшкина. 50-я школа стала объектом скандала еще в июле, когда крыша здесь не выдержала ремонта и рухнула чудом, не погребя под собой детей или строителей. Без кровли остался отдельно стоящий спортзал и столовая. Теперь столовой служит кабинет труда для девочек. Еду готовить здесь, понятно, негде. Ее привозят из соседней школы. Физкультура проходит на улице. По словам педагогов, зимой в младших классах уроки физкультуры заменят на шахматы, а старшеклассников в случае надобности будут возить в другие школы. Проведена экспертиза здания, в котором расположены отдельно спортзал и столовая. По результатам анализа это здание восстановлению не подлежит. Его следует демонтировать и уничтожить. По факту нарушения документы готовятся. После того, как будут оформлены документы, будет определено, сколько будет стоить снос и все остальное. Это только построенная 14-я школа. По словам общественников, она должна была принять учеников еще в прошлом учебном году, но сдали ее только 31 декабря. На нее затрачено полтора миллиарда тенге. Аудиторская проверка установила, что подрядчик не оформил работы на 73 миллиона. То есть не постелил газон. Вместо лифта с 1000 килограмм, который может выдерживать, установил 600 килограмм. Также не было зеленых насаждений и иные нарушения. Антикоррупционные службы организационной области возбуждены уголовные дела по ст. 189, ч. 4. Пока проводили экспертизы, подрядчик устранил нарушения и дело прекратили. Но строители привлекли к административной ответственности. Руководство школы отказалось дать комментарии и показать журналистам лифт, который стоит закрытым. Вчера в школе начались занятия. Как и в 74-й школе, где до сих пор не закончен ремонт. Тоже не повезло с подрядчиком. Возможности подрядчика оказались таковы, что он очень медленно продвигается по фасаду. Кроме этого, в школе были проведены работы по замене электропроводки. И замены электропроводки на сегодняшний день завершены. Штробуси заделаны. По окнам вместе с фасадом замены окон при изготовлении проектной смертной документации, которая прошла в государственную экспертизу, не были участвованы 200 квадратных метров окон. Отдел образования пришлось спешно объявлять тендеры и средства подушевого финансирования на окна. Плюс подрядчик начал скандалить, так как цены 2019 года в ПСД устарели, а дополнительных ему не выделили. В итоге он начал работать только в конце июня, к 15 августа не успел. Теперь спешно латает о грехе ночами, чтобы не мешать учебному процессу. Только эту школу в Горано считают проблемной. Все остальные, по словам Есентая Шима, к учебному году готовы.